И я хочу представить следующего эксперта школы. Вот вы видите ее уже рядом со мной на экране. Эльвира, можно включать микрофон. Да, Эльвира Алиниченко, директор Центра управления социальных инноваций Grand Crafting. Не можешь включить микрофон. А, ну это нормально. А зачем включать микрофон? Микрофон может быть включен только у одного человека, который ведет все мероприятие. Да, пожалуйста, включите, Эльвире, звук. Вот, отлично, Эльвира. Смотрите, все делают за нас. Да, все делают за нас. Пожалуйста. Итак, Эльвира Алиниченко, директор Центра управления социальных инноваций Grand Crafting. И поговорим мы с Эльвирой про грантовый цикл, про его понятия и составляющие. Эльвир, пожалуйста. Да, спасибо большое, Марина. Сейчас я буду выводить презентацию на экран. Коллеги, напишите, пожалуйста, в чате, видно ли презентацию. Видно, все нормально. Тогда не пишите. Тогда не пишите, будем разговаривать. Добрый день всем еще раз. Очень приятно видеть такое большое количество участников семинара, людей, заинтересованных в качественном, системном и продуманном проведении грантового конкурса. Вот, и моя задача на ближайшие несколько минут, 20 мы будем сейчас говорить, про грантовый цикл. Да, это всем, в принципе, всем, кто проводит грантовый конкурс, понятная логика, что такое грантовый цикл. Но на самом деле, мне кажется, что важно его сейчас вспомнить, освежить, какие есть стадии, какие есть задачи на каждой из них, что мы должны решить на каждом из этапов, для того, чтобы та информация, которая будет позже щедро делиться с вами, мои прекрасные коллеги, она вот у вас накладывалась вот на это понимание цикла, и вы понимали, ага, это мы должны решить здесь, это мы должны решить здесь, это связано с этим, и у вас такая вот, как матрица, на эту матрицу будет накладываться вся дальнейшая информация. Итак, двигаемся, если нам, ага, грантовый цикл, понятие и составляющие. Ну, такой классический пример этого колеса сансары для нас с вами, грантового цикла, если мы проводим грантовый конкурс регулярно, а не один раз, то он выглядит следующим образом, да, мы определяем приоритеты, разрабатываем дизайн, готовим документы, это одна стадия, объявляем конкурс, публичная стадия проведения конкурса, стадия принятия решений. То есть экспертизы, стадия работы с победителями, проигравшими, мониторинг, реализация проектов, и стадия проверки отчетов, закрытия конкурса, рекомендации к новому циклу, и вновь вход в грантовый цикл, если мы грантовый конкурс продолжаем. Это классическое колесо, если, ну, я немножечко его расширила, разбила, потому что его можно разбить в зависимости от того, как бы, какие стадии мы хотим дополнительно выделить, и я его чуть-чуть расширила с тем, чтобы вот, ну, на мой взгляд, есть некоторые определенные отдельные задачи и внутри вот этого классического цикла. Итак, точкой входа для нас является определение дизайна и базовых параметров конкурса, опять мы видим разработку конкурсных документов, проведение публичной фазы, объявление конкурса и сбора заявок, экспертизу и принятие решений, объявление итогов конкурса, работы с победителями, проигравшими в момент объявления результатов, результатов, реализация проектов, мониторинг, если мы его проводим, проверка отчетов, закрытие конкурса, рекомендации. Теперь давайте немножечко поговорим о том, какие же задачи мы решаем на каждом из этих этапов, и почему, в принципе, я тут добавила, разбила два этапа, да, вот определение дизайна базовых параметров конкурса и разработка конкурсных документов я все-таки развела, потому что, на мой взгляд, там есть определенные какие-то задачи, без решения которых мы не можем двигаться к разработке конкурсных документов, то есть к следующему этапу. Итак, определение дизайна и базовых параметров конкурса. Вы в самом начале сегодня уже, вот в первой сессии, думаю, поговорили о том, какие задачи решает грантовый конкурс, да, какие есть виды конкурса. Чуть позже вы будете говорить еще, там, о как мы предпределяем приоритеты конкурса. Вот поэтому как раз про эту стадию вот очень важно понимать, что на этой стадии мы решаем, зачем нам вообще этот грантовый конкурс нужен, да, и здесь очень важно отметить, что грантовый конкурс может быть, ну, таких двух вариантов, да, он может быть как компонент какой-то большой социальной программы, у которой есть свои цели, задачи, и внутри этой программы есть, там, ряд инструментов, которые мы используем для достижения этих целей и задач. В том числе мы выбираем грантовый конкурс как один из инструментов достижения цели и задачи программы, да, ну, допустим, там, приведу пример, если мы говорим про бизнес-компании, есть программа социальных инвестиций, родные города, компания «Газпромнефть». Внутри есть пять разных форматов работы, один из них — грантовый конкурс, да, или программа «Семья и дети» фонда Тимчинга, да, то есть тоже внутри есть много разных компонентов, которые решают проблему профилактики социального сиротства, вернее, там, задачи, цель программы, чтобы каждый ребенок там жил в семье, имел возможность жить в семье, вот, внутри зашиты разные-разные компоненты, в том числе грантовый конкурс, причем не один, там разные конкурсы, решающие разные задачи на разных этапах реализации программы. И грантовый конкурс может быть сам по себе вот такой программой, грантовая программа, ну, например, там, программа фонда президентских грантов, да, или грантовые конкурсы, которые часто проводятся на уровне регионов, муниципально-региональные конкурсы, да, у них отдельная сама по себе цель, задача, и грантовый конкурс — такая самодостаточная единица, вот, поэтому прежде всего, когда мы определяем дизайн и базовые параметры конкурса, мы должны понимать, чем для нас является грантовый конкурс, он составляющая какого-то более такого большого процесса или самостоятельная единица, вот. И основной, как бы, для нас, конечно, вопрос на этом этапе — это почему и зачем, да, зачем мы проводим этот грантовый конкурс, почему мы выбрали именно этот инструмент, понимая, там, его ключевые параметры, понимая его возможности, да, что мы выбираем этот инструмент. Что мы хотим достичь, да, вот какое-то, какое видение у нас того результата, к которому мы должны прийти, реализуя грантовый конкурс, да, что должно измениться для кого, в каком виде в результате проведения нашего грантового конкурса. И отвечая на эти вопросы для себя, мы понимаем, что это двигает нас к разработке этих базовых параметров конкурса. Если мы для себя на эти вопросы не ответили, то все остальные стадии, они, как бы, будут на самом деле провисать и становиться довольно техническими, да, а нам нужно наполнить их смыслом. Вот. И, соответственно, отвечая на эти вопросы для себя, как бы, что мы должны учесть, да, на самом деле много всего, вот некоторые здесь моменты обозначу, больше вы дополните для себя в эту копилку уже из дальнейших наших разговоров поступлений других экспертов, да, мы учитываем наличие проблем в данной области, требующих конкретных каких-то решений. Дизайн альтернативных программ решений, а что уже делается там другими игроками, да, какие есть в этом смысле решения, помимо этого грантового конкурса, который мы собираемся проводить. Чем эти решения хороши, какие у них есть недостатки, да, какие там, каким результатом они приводят, и какие, может быть, результаты нам нужны другие. И наличие потенциальных реальных грантополучателей, да, потому что мы можем хотеть провести какой-то конкурс в какой-то сфере, но там реально нет организаций или людей, которые могут стать грантополучателями, могут какие-то нам реальные проекты в этой сфере предложить. Ну, сейчас вот фантазирую, допустим, мы хотим провести конкурс каких-то инновационных социальных проектов в какой-то тематике, но понимаем, что, в принципе, на данном этапе каких-то прорывных инноваций, интересных проектов в этой сфере пока что нет, да, И в этом смысле конкурс, если мы проводим конкурсы, понимаем, что их нет, но мы хотим их инициировать, то есть у нас уже немножечко по-другому будет дизайн конкурса выстраиваться, потому что наша задача тогда простимулировать появление этих решений, и тогда параметры конкурса, которым будем закладывать, они будут несколько изменяться. Я так подробно про это говорю, потому что мне кажется, что очень действительно важно всегда держать в голове, зачем, почему мы проводим этот конкурс, чего мы хотим достичь этим инструментом. Следующее — это готовность потенциальных участников к участию в конкурсе, потому что они могут быть, но могут быть не готовы участвовать. Потребности донора, если есть донор, потому что одна ситуация, когда ваша организация является и инициатором конкурса, и его исполнителем, то есть оператором конкурса. Это другая ситуация, когда инициатором конкурса, заказчиком, донором, выделяющим средства является одна структура, а проводящим конкурс, оператором конкурса, обеспечивающим весь процесс технически, является другая структура. И здесь очень важно понимать потребности донора и правильно коммуницировать с донором, чтобы выстраивать эту картинку, зачем донору, во-первых, еще конкурс. Вот, соответственно, ответы на эти вопросы позволяют нам определить некоторые базовые параметры конкурса, да, то есть конкурс открытый или закрытый. Мы проводим конкурс поддержки реализации инициатив, да, то есть хотим поддержать будущие инициативы, или это призовой конкурс, когда мы хотим поддержать уже реализованные инициативы, выделить из них какие-то лучшие и сказать, вот, ребята, вы молодцы, вот, вы лучшие, и, пожалуйста, остальные равняйтесь на них. Да, определяем цели и задачи нашего конкурса, тематику, приоритеты, целевую аудиторию, географию проведения, требования к проекту, там, сроки реализации, бюджеты, размер гранта, этапность конкурса, да, мы проводим конкурс в один этап или в несколько этапов, да, то есть это может быть мы подали заявку и там провели экспертизу и выделили сразу победителей, либо, может быть, несколько этапов, когда шорт-лист формируется и потом идет либо очная защита, либо там возможность доработки и потом защита, то есть мы тоже это определяем для себя и все, и все эти параметры, они, опять же, всегда определяются с того, а зачем, да, то есть если мы делаем этапность такую, что нам необходима там защита, то вопрос зачем, что именно нам эта защита дает, вот, соответственно, механизм принятия решений, каким образом будут приниматься решения, на каком уровне у вас будет независимая экспертиза и сразу итог, или будет независимая экспертиза и грантовый комитет, который рассматривает результаты этой экспертизы, принимает решения. Опять же, все, об этом, обо всем вы будете говорить, потому что это все очень важные этапы проведения конкурса, да. Сроки проведения конкурса, критерии оценки, состав экспертов, мониторинг, оценка результатов. Опять же, делаем, не делаем, с какой целью делаем, что мониторим, как оцениваем результаты, что для нас является, как бы, вот, такими важными индикаторами, параметрами. Сейчас вот просто обозначаю, так вот, реперные точки, про это все вы тоже будете более подробно говорить, и вы будете понимать, что на самом деле все эти параметры мы определяем до того, как вообще, в принципе, мы движемся к проведению грантового конкурса. Это наша базовая стартовая точка. Как в социальном проектировании, чем больше времени вы потратите на проработку, понимание вашей проблемы, да, из нее потом, как клубочек, разматывается все остальное, если мы четко понимаем проблему социальную, с которой мы работаем, и заявители, вернее, и целевую аудиторию, для которой это является проблемой, то дальше, как там, вот, по веревочке, по клубочку, которую, там, в объекты бросил, отдала Иван Царевич, он бросил и покатилась, да. Вот так же все у нас катится, все остальные параметры, там, социального проекта. Точно так же здесь. Если мы много времени хорошо, внимательно продумали на этой стадии определения нашего дизайна, нашего конкурса, зачем он нам, почему, почему мы проводим именно такой конкурс, и определение базовых параметров, что дальше все уже, в принципе, из этого, из этого начинает, как бы, по клубочку вытягиваться, и все дальше становится нам понятным, просто, ну, как бы, и логичным, да, и дальше это, как говорится, дело техники. Вот, значит, следующий этап, и, опять же, почему я развела между, там, разработкой документов и длинно-базовых принципов, вот, по важности этого этапа, и, опять же, если у вас есть донор, то здесь вы не сможете никак двинуться дальше, пока вы все эти параметры не согласуетесь с донором. Разработка конкурсных документов, я здесь их вот привела просто вот для примера, вы будете подробнее говорить про то, какие есть конкурсные документы, что мы разрабатываем, ну, как вот такой ориентир, что, да, у нас внутри конкурсного процесса возникают внешние и внутренние конкурсные документы, внешние — это те, которые мы публично озвучиваем, публично размещаем, Из них можно понять все параметры конкурса. И внутренние — это те, которые должны обеспечить этот процесс, обеспечить проведение грантового конкурса внутри вашей организации. Вот, соответственно, внешние, ну, сейчас вы, пока я говорил, наверняка там посмотрели, да, то есть положение, форма заявки, рекомендации по заполнению, оценочные формы, договор с экспертами, финансирование, форма отчетности, инструкции по заполнению — это те документы, прочитав которые, любое заинтересованное лицо, будь то заявитель, эксперт, донор, журналист или кто-то еще, могут понять, про что ваш конкурс, да, кто в нем может участвовать, как, каким образом, как будут приниматься решения и что будет происходить с победителями, да. Ну и внутренние — это те документы, которые позволяют вам качественно выстроить этот процесс, да, здесь могут быть приказы, алгоритмы работы с заявками, журналы регистрации, статистические базы, где вы учитываете, какое количество заявок по каким номинациям, от каких организаций и так далее и тому подобное — это ваша, как бы, внутренняя такая работа, статистика, да, база для работы с экспертами, где вы распределяете, где, какие эксперты, на какие задачи, на какие направления, как вы правильно оформляете уроки и так далее. Про все это тоже будут подробно говорить. Ну и другие-другие алгоритмы — это, как бы, незаконченный перечень. У вас могут быть какие-то из этих документов, быть, какие-то не быть, в зависимости от ваших, опять же, задач. Так, сейчас, ага. Следующая фаза — это публичная фаза, да, то есть мы все подготовили документы, разработали, мы готовы выйти к миру и сказать, эгегей, мы проводим грантовый конкурс, все к нам. И мы, значит, на этой фазе размещаем информацию о конкурсе, информируем потенциальных заявителей, обучаем, проводим консультирование заявителей. Опять же, что-то может быть, что-то не может быть, что-то, чего-то может не быть на этой фазе в вашем грантовом конкурсе, но размещение информации в нем, конечно, в обязательном порядке есть. Организуем прием заявок, и про все эти стадии тоже вы будете более подробно говорить, какие у нас есть подводные камни, как нам с этим нужно работать. Вот это публичная фаза, на которую мы разбрасываем наши сети и ловим в них всех, тех прекрасных заявителей, которые откликнулись на наше объявление конкурса. Следующая стадия в этом цикле — это экспертиза заявок. И здесь мы понимаем, что мы оцениваем, как мы выстраиваем процедуру оценки, кто принимает решение. Это очень важная стадия на самом деле, потому что мы можем все прекрасно придумать, понять, зачем нам этот конкурс, что мы хотим достичь, что мы хотим в итоге получить. Но если мы не настроим качественно этот инструмент оценки, то независимые эксперты на самом деле могут оценить очень по-разному то, что мы придумали, и тогда мы получим совсем не тот результат, который мы хотели. Поэтому здесь тоже это очень важный этап, как работать с экспертами, как правильно инструктировать экспертов, и про это вы тоже обязательно будете говорить. Ну и следующая стадия — это работа с победителями и проигравшими. Здесь можно ее разделить о том, что мы информируем участников и результатов. Если вы проводите это в регионе и в одном каком-то пространстве, где вы можете всех собрать, здесь может быть церемония награждения торжественная, которая дополнительным пиар-поводом является, и возможностью собрать людей, увидеть людей в глаза тех, кто будет реализовывать проекты. Здесь может быть семинар для победителей, на котором, опять же, если вы проводите где-то в городе полный курс, и у вас есть возможность всех очных собрать, либо он в заочном формате может быть, когда вы объясняете победителям, что их теперь ждет вообще на самом деле, как вы будете с ними работать, какие есть реперные точки, какие есть отчеты, промежуточные или непромежуточные, как они будут отчитываться. На самом деле, очень важно все проговорить с победителями, чтобы они всю картинку для себя понимали. С кем они взаимодействуют, как, по каким вопросам. И здесь же может быть семинар работы над ошибками, до проигравших, особенно если конкурс вы проводите на территории своей, и вам очень важно, чтобы на следующий год к вам эти же заявители пришли. И им важно понимать, их важно как бы удерживать в фокусе внимания, дать им качественную обратную связь, что было не так, поддержать их на этом пути, чтобы у них там не опустились руки, и на следующий год они снова могли прийти на грантовый конкурс и имели шансы на победу. Ну и подписание договора с победителем. Следующий этап — это реализация проектов победителей и мониторинг. И здесь как бы у нас есть несколько вопросов, на которые мы себе даем ответ. Исходя из этого, мы как бы проживаем эту стадию. Вопросы следующие, да, есть ли у нас промежуточная отчетность. Если да, то, соответственно, мы должны там четко понимать и давать понимание нашим заявителям, когда, что, в какие сроки, в каком виде. И есть задача у нас эту промежуточную отчетность собрать и как-то на нее отреагировать. Информационное сопровождение конкурса. Обеспечиваем ли мы в том числе информационное сопровождение конкурса? Рассказываем ли мы о том, какие проекты прекрасно реализуют наши победители и так далее? То есть это, например, очень важная составляющая, если мы проводим конкурты для бизнес-компаний. Для них это является одним из очень важных элементов рассказать о том, какие они проекты поддержали и что на самом деле территория меняется благодаря этим продержанным проектам. Вот, брендирование, опять же. Есть ли у нас какое-то брендирование в конкурсе? Предоставляем ли мы какие-то, соответственно, материалы, брендированные для наших грантополучателей? Есть ли у нас какая-то рекомендация, как мы просим их использовать? То есть как мы просим указывать, что они реализуют проект при поддержке, например, фонда президентских грантов? То есть есть везде всегда такая ссылка, что проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. И мы сейчас с вами проводим школу грандмейтинга при поддержке фонда президентских грантов. Мониторинг. Проводим, не проводим. Если проводим, то в каком виде, да, то есть там про это тоже вы будете говорить чуть позднее, и там какие есть форматы мониторинга, соответственно, какие мы себе ставим задачи для этого мониторинга, да, то есть отслеживать, куда мы движемся, по каким параметрам, и что мы хотим на самом деле с этого получить. Вот, и отвечая себе на эти вопросы, мы понимаем свою загруженность на этом этапе. Завершение проектов, да, то есть прием отчетов и закрытие проектов, и здесь чем лучше мы провели предыдущие стадии, когда мы проработали, что какая отчетность нам нужна реально, в каком виде, и рассказали это победителям, да, на этапе, когда мы работаем с победителями на входе их в проекты, в реализацию проекта, то тем лучше мы себя здесь чувствуем, потому что у нас качественные отчеты, в которых есть информация, которая нам правда нужна. и которая нам интересно понять, что произошло, что изменилось. И здесь там подготовка рекомендаций к следующему этапу конкурса, да, и на самом деле мы вот дальше, мы такой выходим в промежуточную стадию между двумя циклами, и когда мы можем планировать дизайн нового грантового конкурса, на самом деле, если мы проводим там ежегодный этот конкурс, или там с какой-то другой периодичностью, или там 3-4 раза в год, anyway, не важно, да, то есть, то нам здесь очень важно, как бы, понимать, что мы докручиваем, да, в дизайне нашего конкурса, проводя его, и что нам здесь может помочь. Нам помогает обратная связь от участников процесса, которую мы можем получить, если мы заранее, опять же, понимаем, что мы будем это делать, то мы на каждом этапе можем эту обратную связь собирать. Собирать обратную связь от заявителей, собирать обратную связь от победителей, от экспертов, от партнеров и так далее, и так далее, опять же, по тем параметрам, которые нам важны, для того, чтобы мы могли учесть их и проработать уже новый этап конкурса. Что здесь еще может быть? Оценка результатов поддержанных проектов, да, какую-то такую промежуточную мы видим, как бы, по отчетам победителей, но понятно, что здесь, ну, как бы, этого, там, понимания, вот, что проект действительно реализован, такие есть качественные количественные результаты, нам достаточно, но если мы хотим видеть больше, да, например, оценка устойчивости. Для многих бизнес-компании это очень важная история, и через какое-то время, там, опрашиваются организации, которые были победителями грантового конкурса, через время, да, там, что происходит с их проектами реально сейчас. Вот, когда они вышли из грантового цикла, живы ли эти проекты, да, развиваются ли они каким-то образом, или они, как бы, все, вот, получив финансирование от работы, проекты закрылись, и больше ничего не происходит. Оценка воздействия, да, которые, понятно, что можно, там, через какое-то время провести и понять, на самом деле, а что изменилось благодаря этим проектам, да, вот, и, опять же, мы должны для себя понимать, делаем это, не делаем, когда, с какой периодичностью, с какой целью, вот, и проведение оценки уже самого дизайна конкурса, да, то есть здесь мы говорим о том воздействии, которое мы получили благодаря этим проектам, можем еще, на самом деле, оценивать дизайн конкурса. А правда ли то, как мы его выстроили, помогает нам достигнуть той цели, ради которой мы его проводим, да, это может быть внутренняя оценка, которую мы, в принципе, там, проводя конкурс. Я думаю, нам про это прям отдельно еще у нас прям будет тема про оценку, да. Вот, и либо внешне, там, опять же, если мы делаем внешне, про это будете говорить дополнительно, и это как бы понятно, это правильно, это очень важно, вот, потому что понять, если мы ставим себе вопрос в самом начале, зачем и почему, то понять, получилось или нет, мы можем только проведя оценку. Вот, и на самом деле здесь, как бы, может быть, внешняя с какой-то периодичностью, опять же, под какую задачу, то есть зачем мы проводим внешнюю оценку, да, она сама по себе, ну, как бы, не хорошо, не плохо, не то, что must have или не must have, то есть здесь зависит от того, опять же, с чего мы хотим этой внешней оценкой добиться и как мы будем ее использовать, эти результаты. Опять же, всегда, ну, для меня, по крайней мере, это очень важно, всегда проведя, там, любую какую-то активность, там, собираете вы обратную связь от участников, или вы проводите оценку или что-то еще, вопрос основной, зачем вы это делаете, и второй вопрос, как вы будете использовать эти результаты, да, то есть реально ли это каким-то образом будет интегрироваться в процесс того, что вы делаете. Если нет, может быть, вам не стоит тратить на этот ресурс. Вот, мне кажется, что я закончила, я успела. Да, почти. Спасибо огромное, да, и на самом деле, вот, Эль так много рассказала о том, что нужно, должно быть сделано в рамках вот этого грантового цикла, какие есть этапы, сколько всего нужно сделать. Когда-то, когда мы начинали проводить грантовый конкурс, я помню, у нас был разговор с специалистами из правительства, которые сказали, ой, ну, что там делать-то в грантовом конкурсе провести, объявить, собрать заявки и раздать победителям. Всего три этапа. Ну, вот сейчас, как Эля рассказывала, стало понятно, что их не три, и что в каждом этапе тоже еще много чего надо сделать, и мы сейчас предлагаем вам немножко, вот мы уже там почти два с половиной часа эксперты разговаривают, мы хотим предложить поговорить вам тоже. Мы сейчас предложим вам перейти в сессионные залы, да, вам кто-то запустил экран, да, значит, мы сейчас предложим вам перейти в сессионные залы, и туда вас отправят в принудительном порядке, и заберут вас оттуда в принудительном порядке через 15 минут. В каждом сессионном зале вас будут ждать эксперты, вместе с вами они туда пойдут, поэтому если вы вдруг окажетесь там немножко раньше, чем они, не пугайтесь, они точно придут. Это у нас модераторы, одного из, с одним из них вы уже знакомы, это Эльвира Олениченко, Светлана Чапарина у нас будет, она может подключить видео, мы тогда ее увидим. Вот Ирина Макеева вы уже видите на экране, еще один модератор, Елена Темичева тоже где-то здесь и, возможно, сейчас включит экран, и, соответственно, я тоже выступлю в качестве модератора. Значит, у нас будет 15 минут работы в группах, и во время этой работы в группах мы как раз и обсудим, а все-таки какие функции нужно выполнять при проведении грантового конкурса, и кто нам нужен, да, какие члены команды нам нужны. Коллеги, я вас не слышу, Лена, Марина, у вас звук умер. Да. Как вам поработалось, уважаемые коллеги? Нас принудительно закрыли и вывели из сессионного зала. Конечно, если вас не вывезли из сессионного зала, вы там будете до вечера сидеть. Мы не успели прямо несколько слов дописать, а смотрю, кто-то... Да. Ну, это ровно 15 минут все вышли. Да. Ну что, Эль, я предлагаю несколько слов буквально, мы немножко уже выбиваемся из тайминга. Подведи, пожалуйста, такой общий итог, ты тоже работала в группе. Вот про то, все-таки на что же надо обращать внимание, когда мы говорим о команде и функциях. Отлично. Марина, если я... позволено, мне будет воспользоваться домашняя заготовка, потому что вы меня заранее предупредили, про что я буду говорить. Позволено, позволено. Спасибо, отлично. На самом деле, спасибо большое моей команде. Мне кажется, мы практически все вот эти функции, которые я там заранее продумывала, да, как то нам может понадобиться, обозначили. И с грустью вот, да, мне очень понравилось резюме Светланы Баженовой, да, из которых вдохнуло, так сказала, да, меня это натолкнуло на мысль, что я должна получать гораздо больше. Да, потому что действительно очень часто бывает, что мы, проводя грантовый конкурс, зависит от масштаба конкурса, от финансовых возможностей, да, сколько мы человек можем включить в штат. Часто эти функции совмещены, да, и вот давайте попробуем поговорить о такой, как сказать, идеальной модели, когда у нас есть возможность большого конкурса, возможности многих членов команды привлекать. Ну, очевидно, что нам нужен руководитель, да, руководитель конкурса, который решает задачи общего руководства, целеполагания, стратегии развития конкурса, определение приоритетов, публичное представление конкурса. И здесь очень важно, как бы, мне кажется, вот добавить, и вот я поняла, что в группе мы про это тоже не проговорили, что если, например, заказчик конкурса и оператор конкурса, это раздельные структуры, да, то очень важно, сюда входит еще взаимодействие с заказчиком. И у заказчика на той стороне тоже должны быть определены человек, либо целая команда, кто ответственен за конкурс, да, чтобы было понятно, с кем взаимодействуют и какие вопросы, с кем какие вопросы решаются. Часто вот это вот бывает, что вот в этот момент происходит сбой, и это важно обратить внимание. Следующий, так, следующий, это наш, как это, уровень бог грантового конкурса, да, это грант-менеджер, и здесь умноженное на N, потому что их может быть не один, это в зависимости от масштаба конкурса, в зависимости от того, сколько человек нам необходимо для того, чтобы обеспечивать этот процесс. Его функция — это тактическая координация, да, конкурса, консультирование заявителей, прием заявок, регистрация заявок, проверка по формальным признакам, распределение между экспертами заявок, координация работы с экспертами, сопровождение победителей, отчетности и так далее. И тоже вот мы, работая в группе, выделили еще дополнительного администратора, да, такого координатора, то есть это может быть человек в помощь грант-менеджеру, который отвечает за какие-то технические вещи, например, там на колл-центре на звонке сидит и говорит, ага, вот вы не видите, где заявка, зайдите, пожалуйста, туда, посмотрите вот то, здесь не забудьте вот такие документы присоединить. Грант-менеджер все-таки отвечает в большей степени еще на такую, ну, и в глубину в содержании, да, он способен проконсультировать по содержанию заявки и по каким-то таким моментам. Следующий человек, который нам нужен, это пиарщик, да, и опять же, там в ряде конкурсов это может быть совмещенная функция, если нам повезло, то мы выделяем это человек отдельно, это информационное сопровождение конкурса, да, объявление о конкурсе с прицелом на потенциальных заявителей, работа со СМИ, освещение всех этапов конкурса, продвижение информации о реализованных проектах и так далее. И здесь еще вот тоже такая в группе было ценное дополнение, что пиарщик это еще в том числе тот человек, который составляет вот брифы, технические задания для партнеров конкурса информационных, да, и для подрядчиков, что вот он держит руку на пульсе того, не только что сама организация говорит про конкурс, но что и про него, ну, как бы публично доводит информацию другие структуры. Вот, если, опять же, следующая функция может быть внутри, а может быть дополнительно выделена, если это большой конкурс, с учетом нашей реальности и большого влияния социальных сетей на нашу жизнь, да, это СММщик, который отвечает за продвижение информационного нашего конкурса на различных социальных платформах. Понятно, что если у нас есть отдельная функция, то он работает в паре с пиарщиком, поскольку вот как бы у него задача все это делать в социальных сетях, но информация о конкурсе согласуется там вместе, да, с коллегами. Следующая еще вот такая, ну, на мой взгляд, возникающая, может возникать такая функция, опять же, не во всех конкурсах. Если конкурс такой большой, масштабный и выстроен именно как инструмент развития, когда конкурс это какая-то дополнительная часть большой социальной программы, то у нас могут возникать истории, которые нам в рамках проведения нашего конкурса очень важно развивать и заявителей, и победителей как-то дополнительно работать. Может появиться менеджер по развитию, да, который, там, функция которого это сопровождение конкурса как инструменты развития, определение потребностей в обучении на каждом этапе, подготовка образовательных блоков, подготовка экспертов для этих блоков. Опять же, может быть совмещено с гранд-менеджером, а может быть, как отдельная задача, как отдельные пункты. Если это, опять же, большой конкурс, и у нас есть онлайн-платформа, а у многих там частных фондов, бизнес-компаний, там, фонды президентских грантов, да, то есть сейчас заявки проходят, поступают через онлайн-платформы, и на самом деле это только айсберг, внутри еще очень много выстроенного такого онлайн-управления самого конкурсным процессом, да, и там распределение заявок между экспертами, и статистики с сборой и так далее и тому подобное, то у нас возникает человек, который нам обеспечивает бесперебойность работы этого инструмента, да, и которого зовут прекрасным словом «сосадмин». Вот, и, соответственно, если, опять же, если это большой масштабный конкурс, то у нас может отдельно возникать задача юридического сопровождения реализации грантового конкурса, и мы тоже говорили с коллегами, что это может быть отдельный юрист, либо, опять же, если нет, то зашита функцию гранд-менеджера, например. Ну, опять же, бухгалтер, и, как мы его в группе выделили, как фин-менеджер, да, то есть обеспечение бухгалтерского либо финансового сопровождения реализации грантового конкурса, да, то есть он может нам быть полезен как на этапе разработки требований к бюджету заявки и там сопровождение всего процесса, там, работы с победителями, проверки финансовых отчетов и проверки, там, целевого использования средств победителями. Вот, ну, на самом деле, вот кратко, если говорить, то это вот такие функции, и это уже, ну, там, следующая тема, забегая вперед, вот, вот такие функции, которые, опять же, повторюсь, могут быть выделены и закреплены за отдельными людьми, либо миксоваться в зависимости от объема вашего конкурсного процесса и тех задач, которые стоят перед вами. Спасибо, Эльвира. Ну, вот, на самом деле, в каждой из групп шло обсуждение. Можем мы увидеть результаты, что у нас получилось в группах? Было бы интересно, наверное, всем. Мы, да, сейчас попробуем. Получается у нас, да, еще несколько минут. Ну, тогда мы, да, 2-3 минуты для того, чтобы собрать все картинки вместе, и мы сможем их увидеть. Но, как мы вам обещали, после первого, мы с вами уже заканчиваем второй цикл, и обсудили, что такое грантовый, да, грантовый цикл, и какие в нем этапы, и даже сколько народу на самом деле надо, чтобы был проведен хороший грантовый конкурс, да, и как этот функционал распределяется. Но мы не смогли с вами после первого нашего блока про смысл грантового конкурса посмотреть интервью с очень интересными экспертами. И если сейчас, да, наши технические специалисты уже готовы нам показать то интервью, которое мы не смогли, мы так и не смогли увидеть вот этого, начальника транспортного цеха, да, вот мы бы хотели вернуться, пока готовятся наши электронные доски, и посмотреть интервью с экспертами, которые имеют огромный опыт проведения грантовых конкурсов, и узнать, что же они все-таки по этому поводу думают. Грантовый конкурс Грантовый конкурс — это, наверное, самый удобный инструмент, который позволяет оказывать поддержку тем, кого ты не знаешь. Потому что все другие инструменты предполагают, что у грантодателя, у того, кто оказывает поддержку, есть уже какие-то отношения с тем, кто ее получает. А грантовый конкурс — это возможность войти вот в эту систему, можно сказать, не имея каких-либо связей. То есть это открытый инструмент, который делает доступными грантовые средства для широкой аудитории. С 2003 года у нас грантовые конкурсы начались. Выбрали грантовый механизм, конкурсный механизм, потому что это в какой-то степени облегчало жизнь и структурировало те заявки, которые приходили. Это вот наиболее оптимальный механизм выбрать самые лучшие идеи и профинансировать их. Для фондов местного сообщества самым главным инструментом вообще работы на территории являются, конечно, конкурсные механизмы. И в свое время всегда фонды и сейчас фонды местного сообщества отличаются от других фондов помощи тем, что они финансируют территорию через конкурсный механизм. Для Норильского никеля грантовый конкурс — это инструмент реализации благотворительной политики. Это часть нашей системной благотворительности, в которой используются понятные прозрачные механизмы от принятия решения до реализации проекта. Грантовый конкурс — это наиболее удачное сочетание технологий и получаемого на выходе результата в виде именно качества проектов и достигаемых результатов в ходе их реализации. Конкурс, в самом деле, это такая форма, которая все больше и больше и больше и шире применяется, скажем так, органами власти на разных уровнях. Конкурс в этом плане удобный инструмент, потому что он дает нам возможность сравнить существующие предложения и выбрать самое лучшее. Он обеспечивает более прозрачный механизм принятия решения. И в конечном итоге, по мере того, как отношения сектора и государства развиваются, как бы устанавливается больше доверие уже, понимание друг от друга, то действительно уже уходит какой-то страх про то, что какие-то не такие люди на конкурс придут и что-то не то предложат. А уже становится понятно про то, что это реально очень удобный инструмент. И кроме того, это еще и разделенная ответственность. Долгое время мы использовали только открытые механизмы конкурса. Но в последнее время мы перешли к двум уровням. У нас есть и открытые конкурсы, на которые могут заявиться и податься все организации абсолютно сахаринские. Но есть и закрытый конкурс. Более красивое название, конечно, по приглашению. Когда речь шла о конкурсах Минэкономразвития России, или когда мы ведем речь о грантовых конкурсах, которые проводятся региональными или муниципальными органами власти, все-таки базовая задача — это в целом весь сектор пригласить, поддержать и максимально широкую палитру, соответственно, некоммерческих организаций ими охватить. Поэтому открытый конкурс здесь в данном случае удобный инструмент. Открытый грантовый конкурс, как я уже сказала, — это возможность войти широкой аудитории, то есть проверить себя. Мы также используем такой инструмент, как конкурсы по приглашению, которые построены немножко иначе. В этом случае мы уже вместе с получателями грантов вырабатываем некие партнерские проекты и работаем с теми, с кем мы уже в каких-то отношениях состоянием. Конкурс по приглашению позволяет реализовать инновационные, стандартные, не вписывающиеся в жесткие правила проекты с проверенными партнерами. Ну вот, мы с вами сейчас услышали мнение очень разных экспертов, руководителей организаций, которые давно и успешно проводят грантовые конкурсы, почему они выбирают именно этот инструмент. И на самом деле мы как раз с вами в процессе обсуждения цикла грантового конкурса посмотрели, из каких элементов состоит этот грантовый инструмент и кто нам нужен для того, чтобы сделать этот конкурс. И сейчас мы уже сможем прямо на экране увидеть, какие у нас получились, как мы расписали функции и команды проекта в тех группах, в которых мы работали. Вы видите, пожалуйста, картинку на экран. Лена сказала нам уже, что у нас сейчас это получится. Просто, чтобы вы посмотрели работу всех групп. Да, Лена, ждем. Да, картинку ждем. Ага, грузится. Да, все непросто. Интернет не такой быстрый, как нам всем хотелось бы. Ну вот, и на самом деле мы отправим вам, конечно, эти картинки на работу, да, результаты работы групп мы отправим вам на электронную почту, чтобы вы могли посмотреть. Может быть, кому-то это поможет сформулировать правильно, да, может быть, и найти те функции, которые не были, может быть, учтены при проведении грантового конкурса. Да, ну вот такие вот у нас получились результаты работы в группах. Не очень, наверное, у кого небольшие экраны, не очень удалось рассмотреть. Но сейчас мы с вами переходим к следующей части нашего семинара, да, и мне хотелось бы, вот еще раз есть возможность посмотреть результаты работы групп, да. Да, ну вот мы видим, что грантовый менеджер – это точно тот, кто присутствует везде. На одной из досок есть очень главный, значит, член команды – мозг. Вот. Мне кажется, что вот без мозга точно грантовый конкурс не очень будет получаться. Спасибо большое. Вы подробнее сможете рассмотреть эти доски уже, когда они придут к вам на почту. А сейчас я хотела бы попросить включить нам еще одно видеоинтервью, как раз и предоставить еще раз слово практикам о грантовом конкурсе. В компании «Нарникель» мы очень четко придерживаемся определенного цикла грантового конкурса, его этапов, начиная от старта, презентации, проведения тренингов для заявителей, консультирования, двухэтапный отбор заявок. Как этап, когда вошедшие в шотлист дорабатывают свои заявки в соответствии с рекомендациями эксперта. Каждый этап важен, но самое большое усилие все же я полагаю, что нужно именно при работе с грантозаявителями, потому что от этого потом зависит и успешность, и беспроблемность, и все прочее. Если говорить о грантовом цикле, то самым сложным этапом лично для меня, как для организатора, является принятие решения, потому что ты понимаешь, сколько вложено труда, и хочется поддержать максимальное количество организаций, но, к сожалению, сама форма конкурса предполагает выбор лучших, и поэтому, конечно, всегда есть огорченные люди в результате. А что важнее, желудок или, я не знаю, или слух? Либо работает, либо не работает. Нет, без чего-то можно, наверное, жить, и без экспертизы в два этапа, наверное, можно жить, и кто-то, наверное, живет без проверки заявок по формальным критериям, но... Я бы сказала, что все этапы конкурсов равнозначно ценны, и, собственно, проведение экспертизы будет влиять, оно будет влиять на все. Самые короткие, наверное, те, которые мы стали проводить сейчас, когда буквально за месяц собираются заявки, проводятся экспертизы и принимается решение, и это действительно очень короткий цикл. Если говорить о самом длинном, ну, наверное, когда от информационной кампании запуска и до подведения итогов, там порядка, ну, может быть, чуть меньше, но года доходит. Вот примерно такой срок. Работа вот над грантовым конкурсом, наличие разнообразных компетенций. Во-первых, понимание и навыков выстраивания самого конкурса, умение объяснить цели, задачи конкурса, информационное сопровождение обеспечить, разобраться правильно, как лучше донести до своих целевых аудиторий те или иные части, там, той же заявки или процедуры. Грант-менеджер, я думаю, должен обязательно, ну, понятно, управлять процессом, уметь, да, потому что это большое количество организаций, у всех разный уровень развития, у всех разное представление о прекрасном, разная способность писать качественные отчеты. Я думаю, что он должен быть в том числе и таким стратегом, потому что грантовые конкурсы, как ни крути, в том числе способ развивать сектор, да, то есть помогать организациям усваивать проектную культуру, помогать им смотреть, если у соседей технология точно такая же классная, на твою, ну, как бы на твою тему распространяющаяся, да, грантовые менеджеры могут быть как раз вот этим сузующим звеном, кто будет помогать транслировать замечательное знание или замечательные решения внутри этих организаций. Наверное, это финансовое планирование и вообще планирование, потому что конкурс обычно это длинная история, вот если, как я сказала, завершается последним там грантом, да, то получается, что надо все это разложить, продумать, сколько времени потребуется на каждый этап, нужны юридические знания, минимальные точно, потому что лучше того, кто работает с конкурсом, не понимает, какие условия должны быть в документах. Если говорить о грантовом координаторе, грантовом администраторе, грантом эйкере, это вообще универсальный солдат. Ты должен быть пиар-специалистом, потому что любой проект — это работа с людьми, и это информирование о твоем проекте и оценка, естественно, мониторинг и оценка. Конечно же, стрессоустойчивость, потому что любой конкурс — это работа с негативом, а не с позитивом, потому как в любом нормальном конкурсе отказов больше, чем гранта. Продолжение следует...